Росбанк В Обливском спортзал и музыкальная школа в Боковском аллее парк Набережная губернаторский контроль приехал в два северо-восточных района. Задача таких групп, организованных по инициативе главы региона, не допустить срыва сроков работы и снижения их качества. Первый пункт группы губернаторского контроля – Обливская средняя школа номер один. Капитально отремонтированный спортзал школьники должны были получить к началу учебного года. Коронавирусные ограничения не позволили подрядчику сдать объект в срок. Но долго ждать не придется. Все работы планируют завершить до 20 сентября. Остается у нас это покрытие, резиновое покрытие пола и подвес светильников. Контракт заключен подрядчиком. С понедельника он приступает к работе. Местной музыкальной школе ремонт не требовался. А вот инструментов и оборудования не хватало. Их закупили по нацпроекту «Культура». Заведению выделено больше двух миллионов рублей. На них куплены рояль, два аккордеона, два ноутбука, микшерный пульт, микрофоны и музыкальная литература. У нас стояла дилемма приобрести инструментов, ну скажем так, на разномечество или же приобрести рояль. Но мы приняли решение, что мы никогда себе, ну не то что никогда, в ближайшее время мы не сможем себе позволить инструмент такого уровня. И вот этот рояль в этом году был приобретен. А это уже центр станицы Боковская. Здесь вовсю идут работы по благоустройству. Длинная полуторакилометровая аллея почти готова. И уже сейчас здесь есть все для отдыха. Скейтпарк для активной молодежи, зона тренажеров и спортивные площадки, фудкорт. Ну и конечно, обязательный атрибут любого хорошего парка. Большое количество скамеек. А чтобы не возникало желания что-нибудь испортить, вся зона охвачена видеонаблюдением. Совсем рядом с центральной аллеей сквер в честь 75-летия победы Стелла Героев, а напротив сами герои. Вот у нас, если вы обратите, портреты 11 героев Советского Союза. В том числе 6 из них, это не наши земли, это солдаты и офицеры, которые погибли при освобождении нашего района. Река Чир – одна из самых чистых в Европе. И такую достопримечательность в Боковской решили использовать. Полным ходом идет создание огромной рекреационной зоны. Здесь и пляжный отдых, и сцена, и огромный парк. Планы наполеоновские и в скором времени они должны сбыться. Территория порядка 25 гектаров будет задействована в реализации этого проекта. Очень большая территория, очень большие планы. На первом этапе порядка 40 миллионов денежных средств уже освоено, работы ведутся. И всего объемом финансирования данного проекта порядка 65 миллионов рублей. В конце текущего года парк и набережная должны быть готовы, но это будет только каркас. Чтобы реализовать все запланированное, нужно несколько лет упорной работы. Напомним, механизм губернаторского контроля действует по инициативе Василия Голубева. Выезды на места позволяют вовремя выявлять недостатки при строительстве и реконструкции объектов и оперативно их устранять. Иван Полехин, Николай Кубышкин. Обливский и Боковские районы. Сарматское море отступило от Раздорских склонов еще 9 миллионов лет назад. А теперь по его дну можно пройти уникальным маршрутом. Между хутором Конегиным и станицей Раздорской открыта новая экотропа. На пяти остановках можно познакомиться с местными животными, птицами, насекомыми, растениями. Удивительный природный участок собрал таких соседей, которые обычно в природе так близко не живут. Желуди – это любимая пища кабана в осеннее время. И, соответственно, вот как раз желудями он перед сравнительно голодным зимним сезоном питается, так сказать, жирок нагуливает. Кабан для нашего края – животное крупное. Мелких хищников ласку и лисицу встретить непросто. Выдать себя они могут только следами и то только тому, кто сможет их прочитать. Хотя норы легко могут увидеть даже участники экскурсии. Вот, например, дом лесной мыши. Для обыкновенной эти апартаменты слишком малы. Норка – это у нас, конечно, скорее всего, заброшенная, потому что мы видим, что она так хорошо уже растительностью покрыта. Если бы она была жилая, все бы это было удалено, как бы имелись, скорее всего, свежие выбросы земли. Раздорские склоны, сеченные как ширмами глубокими балками, собрали около 700 видов растений. А это третья часть многообразия дона. Не только вот это разнообразие рельефа обеспечивает богатство растительного мира, но также его история. Представьте себе, 9 миллионов лет назад здесь плескалось море. Мы стоим с вами на бывшем когда-то морском дне. А затем море отступило, а через 7 миллионов лет назад еще один раз наступило, но уже не так далеко. Вот эти все склоны уже оставались суши. Тут можно увидеть 4 вида краснокнижных ковылей и еще одну эмблему степей – перекати-поле. При порывах ветра, когда совсем засохнут, созреют плоды на этом шаре, легко очень обламывается и ветром забивается в балки. А вот зимой по снежному насту ветер выдувает из балок эти шары, и они начинают свое путешествие по степям. И путешествовать эти шары могут два десятка лет, разнося семена на огромные расстояния. Совместно с нашими партнерами Ассоциация «Живая природа степей» при финансировании президентского гранта мы открываем в области на территории особо охраняемых природных территорий пять экологических троп. Планируем подписать соглашение с музеем-заповедником Раздорским, чтобы в их мероприятие входило и посещение данной экологической тропы. Подобно животным не стремятся показать себя насекомые. Летающий жучок попался в руки случайно, а взлететь с вынужденной стоянки не может. Слишком сильны порывы ветра. У меня в руках представитель один из семейства «Златкий», который вот врезался в щит. И, собственно говоря, таким образом мы его поймали. Не стесняясь, громко заявляют о себе только птицы. А если улетели на зимовку в Африку, услышать их голоса можно с помощью QR-кода. Сейчас мы слышим у Дода. Он гнездится у нас здесь, в береговых обрывах, на склонах. Гнезда делает себе в норах. Познакомиться с жителями раздорских склонов можно, пройдя по тропе длиной полтора километра. Мария Филинкова, Олеся Слынько, Андрей Токарев, Усть-Донецкий район. Большой мини-футбол вернулся в Ростов-на-Дону спустя практически 30 лет. Теперь во второй по значимости Лиги странной в западной ее конференции дебютировал МФК Ростов. На две трети команда собрана. Из донских спортсменов дебютный матч получился сверхрезультативным. На две команды 15 мячей. Дебютные минуты на профессиональном паркете для ростовчан получились волнительными. Моменты создавать удавалось, но с реализацией были трудности. А крепкая Алга из Башкирии, которая в прошлом сезоне заняла шестое место в высшей лиге, свои шансы без видимых проблем воплощала в голы. Начиналось все как хобби. Собственно говоря, играли в местных чемпионатах, достигали успехов, постепенно усовершенствовались, работали над составом и со временем выиграли в финал, первый, не финал, в секунду, зону юг, первую лигу. Один год, второй год, два года подряд, кубок, УФО. Доработали свои ошибки, собственно говоря, и решили пойти в высшую лигу. За первые 6-7 минут Ростов подарил Башкирам фору в три мяча, но следующие 7 минут давления и есть первый гол в высшей лиге. Автор истории Путрус Васильев. Мы перехватили возле наших ворот, побежали в контратаку. Я с дальней побежал на середину ворот, кажется, и подставил правую ногу, там прострел был. А вместо следующего нашего мяча случилась потасовка, после которой трансформировать эмоции в гол быстрее удалось уфимцам. Это Фидан Незамуддинов, он в этот день забьет целых 6 раз. Просматривали игру команды соперника, да, то есть, да, уповали на быстренькие контратаки, да, и на быстрые позиционные атаки. Впрочем, да, что и получилось, то есть огромное большое спасибо Фидану Незамуддинову. То есть, я так думаю, это вообще пока первое и не последнее, я думаю, его лучший матч. За пару минут до конца тайма один мяч дальним ударом Александра Серегина удалось отыграть. На радость болельщикам, в том числе и из других видов спорта. Несмотря на то, что сам не играю в футбол, да, но я люблю за ним наблюдать. И это наши соотечественники, наши земляки. Я пришел сегодня поболеть за нашу команду. У меня, в принципе, независимо от какого-либо спорта, если играют наши земляки, ростовчане, то я всегда прихожу, болею. Ну, если не получается, претитую, в любом случае, всегда болею. Болельщики старались не зря. Вячеслав Сухоруков сократил отставание до двух мячей. Правда, следом забили нам. Затем, зрячий пробив левой ногой в дальний угол, дубль оформил Путрус Васильев. А нам забили еще пару раз, в том числе гол красавец с лета. На что и Ростов ответил подобающе. Это Якубчик создал шедевр, а за ним Трин Кунов вернул разницу в два мяча. Я хочу поздравить всех болельщиков и любителей мини-футбола с началом чемпионата высшей лиги. Очень долго мы этого ждали, наконец-то дождались. По поводу дебюта, сказалось, значит, отсутствие игрового опыта. Мы провели всего лишь два спарринга, но так сложились обстоятельства. И это очень мало. У нас полкоманды, люди вообще не нюхали пороха высшей лиги. Вот это ребята ростовчане, мы делаем ставку на местных футболистов с Ростова. В концовке ростовчане пошли ва-банк, заменив вратаря на пятого полевого, но мяч влетел не в те ворота. 6-9 в итоге, и теперь 19 сентября ждем футболистов из Липецкой области. Лев Клинов, Руслан Хамчиев, Ростов-на-Дону. Радио-шоу «Ранняя пташка» исполнилось 4 года. Каждое утро с 7 до 9 с понедельника по пятницу четверо ведущих выходят в прямой эфир и говорят о том, что интересно многим дончанам, а еще и шведам, и казахам, и израильтянам. И такими сообщениями и звонками завалили слушатели праздничный эфир «Ранней пташки» на «ФМ-на-Дону». Ведущий Алишер Хаджаев вспоминает, как 4 года назад работал корреспондентом в радионовостях и сначала боялся менять жанр и вести утреннюю развлекательную программу. А потом, когда я увидел девочек, которые вместе со мной должны были делать эту программу, и мы собирались на улице, собирались где-нибудь на лавочке, на Большой Садово, еще где-нибудь, и обсуждали, как мы будем композиционно выстраивать эту программу, чтобы быть непохожими на другие радиостанции, потому что таких программ огромное количество. За 4 года в эфире удалось озвучить несколько сотен тем, и треть из них предложили радиослушатели. Остальные приходилось искать везде, в том числе в такси или общественном транспорте, слушать, что волнует людей. Для меня была очень неожиданная тема о старых фотографиях и о новых фотографиях, о популярности фотосессий, то есть мы начали с самого раннего, от основания фото и до нынешней ситуации. У нас такой был жаркий эфир, у нас было так много радиослушателей, так много было звонков, люди рассказывали про свои фотоальбомы, присылали, рассказывали и сами направляли нас по эфиру. Бывает такое, что люди нам звонят и говорят, вот я сейчас там как раз на поле, я в тракторе и мы слышим такой гул. Или там звонят, что мы пошли кормить кур. И может быть это, для меня это самые ценные радиослушатели, потому что я понимаю, что без нас они не могут даже пойти курочек покормить. Это очень здорово и очень живое общение получается. По данным радиоведущих, эфир «Ранней пташки» слушают 2 миллиона человек, в том числе через интернет. Звонят даже из Швеции и Германии, Израиля и Казахстана. В день рождения здесь принимали поздравления и проводили розыгрыши. Так своего зрителя нашел билет в молодежный театр на спектакль «Плутни Скопена». Сколько лет зданию нашего театра? А подсказка будет? Нет. Театр родился, не знаю дату, но он 800 какого-то года, потому что это на Кичевань, Донская, где его архитекторы построили. А завершила «Ранья пташка» праздничный эфир тортом, как положено имениннику, и смогла побить свой же рекорд по числу звонков. 20 за эфир. Екатерина Лободина, Владимир Трофимович, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Лидия Романченко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова